Как выжить во время теракта? Да еще и помочь тому, кто рядом. Вопросы для Украины далеко не праздные. Взрыв в центре Киева неделю назад показал, что многие люди вели себя не то, что неправильно, а самоубийством. В случае, если бы вдруг взрывов было несколько. А как это правильно? Ну, первое, что нужно сделать, это укрыться за бетонным заграждением. Если его нет, лучше упасть на землю. А вот чего точно не нужно делать, на что еще обращать внимание и что носить с собой всегда и при любых обстоятельствах, это расскажет Дмитрий Волков. Взрыв в центре столицы на Бессарабской площади сразу превратил улицу в съемочную площадку, заполненную десятками операторов. Ими был зафиксирован каждый момент, каждое лицо, каждое действие всех 417 человек. А этот инцидент произошел в Махачкале несколько лет назад, столице Дагестана. Это первый взрыв, в результате его никто не пострадал, но через 15 минут, когда собрались зеваки и работала следственно-оперативная группа, произошел второй взрыв. Тактику двойного взрыва террористы используют в условиях города для того, чтобы поразить как можно больше целей. И если бы на Бессарабке прогремел второй взрыв, жертв было бы значительно больше. Взрывы, автоматные пистолетные выстрелы для столицы явления непривычные, но уже знакомые. И столкнуться с ним может каждый. Самое первое, это сконцентрироваться. Уроки выживания дает инструктор военной медицинской службы Александр Гагаев. Необходимо отогнать всех зевак. Обратите внимание, действует несколько человек. Этот мужчина принимает верное решение, забирает ребенка. И это безусловно правильно. Ведь существует опасность второго взрыва. Другой человек тушит загоревшийся автомобиль. Сегодня далеко не в каждой машине есть огнетушитель, а должен быть. А вот остальные граждане просто опасно приближаются к дымящемуся авто. Было противно смотреть, когда люди бегут сразу с телефонами, снимать такое видео скандальное. Это неправильно. Мало того, эти люди становятся таким живым барьером на пути к спасению жизни. Если у человека оторвана нога или рука, на спасение его жизни очень мало времени. Поэтому важно не терять ни секунды. Людей с телефонами лучше попросить вызвать службы спасения. Ты вызываешь скорую, ты вызываешь полицию, ты вызываешь МЧС. Когда вы убедились, что пожар ликвидирован, нужно оценить состояние пострадавших. Сделать это можно и через окно, если дверь заклинила. В данном случае люди начинают выламывать дверь и теряют драгоценные минуты, и рискуя нанести дополнительный вред жертвам взрыва. Кажу, что не нужно вытягивать. Иван, инструктор до медицинской помощи, случайно оказывается на месте события. Но именно из-за нелепых действий очевидцев спасатель не может подступиться к пострадавшей женщине. С точки зрения медицинских работников, неправильная транспортировка пострадавшего – это почти преступление. Виктория – военный фельдшер. В зоне АТО она добыла страшный опыт по спасению жизни. Не надо с разгону открывать машину и пытаться его достать. Вы можете осмотреть его в первую очередь на месте. Считается, что у жертвы взрыва либо столкновения по умолчанию стоит диагноз – перелом позвоночника или шеи. Тянуть его за руки категорически запрещено. Но именно так вынимают женщину случайные прохожие, среди которых оказался и Серж Абалымов, гражданин Эстонии. Я так особо-то не раздумывал. Стали мы эту девушку вытаскивать. Парни освобождали ноги, а я перехватил руку и как-то попытался фиксировать голову. И за левую руку так вот она была спиной ко мне. Фельдшер Виктория показывает, как безопасно вытянуть человека из машины, чтобы впоследствии не потерял способность ходить. Ручка ваша просовывается ему поясница. Берете, немножко поворачиваете на себя. Захватили? Не подмышки. Вот так. Поставили себе его на коленочку. Дальше тащите волоком. А тут раз, и можно подойти, позвать кого-то, второго человека. Вот взять за таз. Неизвестно, что с тазом у нас, со спиной. На Бессарабской площади помощь по остановке кровотечения не оказали. Шею пострадавшей при перемещении не фиксировали. Я бачу, что у нее падает шея. Я швидко подбегаю сзаду. Кажу, чтобы не залишили. И тримаю ее за шею, фиксую ее руками. И шею. К этому времени прибывает машина скорой помощи. Первое, чего он, в общем-то, может погибнуть, ну, так правило, скажем так, больше тактической медицины, это критическое кровотечение. Из разорванной ноги кровь вот-вот хлынет потоком. И тогда остановить ее будет сложно. Андрей начинает накладывать жгут уже перед самой погрузкой в скорую. И не успевает. Слишком большая суета. Подводя итог ликвидации последствия взрыва случайными гражданскими, можно смело утверждать, что общество не готово к такого рода событиям. С одной стороны, это прекрасно. Мы мирный народ. С другой, примите несколько полезных советов. Если вы увидели или услышали взрыв, немедленно найдите укрытие. Подойдет стена, бетонный забор, даже бордюр. Если такого укрытия нет, падайте на землю, закрывайте голову руками, помните о том, что может быть второй взрыв. Не начинайте снимать истекающих кровью людей на телефон. Воспользуйтесь смартфоном, именно как телефоном. Вызывайте пожарную, полицию, скорую помощь. Если есть огнетушитель, воспользуйтесь им. Если нет, зовите на помощь. Осмотрите пострадавших. Если есть открытые кровоточащие раны, перетяните их. Остановите кровь. Старайтесь носить с собой резиновые перчатки. Контакт с чужой кровью может быть очень опасен. Запишитесь на медкурс. Мы надеемся, что эти советы вам не пригодятся. Но будем рады, если они помогут спасти чудо-жестью. Дмитрий Волков, Татьяна Уралова, Роман Куприянов, Анатолий Ворон и Александр Давиденко. События недели.